СИРА Боевая закалка Поход на Хайбар На севере от Медины в местности Хайбар проживали иудеи. Они делали все возможное, чтобы воспрепятствовать распространению ислама, провоцировали отдельные племена к конфликтам с мусульманами. Чтобы положить этому конец, пророк Мухаммед, мир ему и благословение Всевышнего, во главе 1400 воинов выступил в поход на Хайбар. Это произошло в месяц Мухаррам 7-го года Хиджры. Мусульманам удалось захватить несколько укреплений иудеев. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, не наказал народ Хайбара, а обязал выплачивать налог в виде половины от ежегодного дохода от продажи фиников. В этом походе в плен к мусульманам попала дочь предводителя иудейского племени София бинт Хуайя. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, освободил ее, и после того, как она согласилась принять ислам, женился на ней. Во время этого похода мусульмане, ранее перебравшиеся в Эфиопию, возвратились назад. Известный хранитель исламских преданий Абу Хурейра также в этот период принял ислам. Отравленная баранина. После того, как Хайбар перешел к мусульманам, посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришла иудейка и в качестве подарка преподнесла ему жареную ногу барана, поскольку узнала, что пророк, мир ему и благословение, любит принимать в пищу именно эту часть. Однако Джибраиль сообщил посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, об отравленном мясе, и пророк его выплюнул. Между тем, проглотивший кусок мяса сподвижник Бишир ибн Бара, скончался на месте. На вопрос, зачем она пожелала отравить пророка, женщина ответила, «Если он просто правитель, мы от него избавимся. Если же он пророк, то его обязательно известят об этом». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, простил иудейку за себя. Однако в качестве воздаяния равным за смерть Бишра, ее казнили. Поход на Затар-Рика Затар-Рика «Рика» в арабском языке означает «тряпка». Мусульмане заматывали себе ступни ног тряпками, поскольку от долгой ходьбы у них рвались сандалии. Отсюда и происходит версия названия похода. Обезопасив мусульман от двух из трех сил, являвшихся составными частями союзных племен, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, получил возможность сосредоточить все свое внимание на третьей силе, а точнее на жестокосердичных бедуинах, которые не имели какого-то определенного селения и не прятались в укреплениях, а кочевали по пустыне. Узнав о том, что бедуины стали собирать силы для очередного набега на предместье Медины, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сразу же выступил в поход против них, собрав 700 своих сподвижников. Достигнув места под названием Нахль, расположенного на расстоянии двух дней пути от Медины, мусульмане встретились с врагом, однако до боя дело не дошло. В тот день пророк, мир ему и благословение Всевышнего, впервые совершил со своими сподвижниками молитву в угрожающих обстоятельствах. Салят аль-Хауф Салят аль-Хауф Намаз, совершаемый коллективно в определенном порядке при опасении нападения врага во время войны. Поход назад Тар-Рика вселил страх в сердца жестоких бедуинов, которые после этого уже не решались выступить против мусульман. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, с войском возвратился в Медину. После этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, организовал ряд походов на другие территории в целях обезопасить мусульман от набегов и устрашить тех, кто намеревался напасть на них. Умра возмещения В месяц Зулькаада, седьмого года хиджры, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, во главе двухтысячного войска направился в Мекку, чтобы совершить умру, которая была оговорена в Худайбийском соглашении. За старшего в Медине остался Абузар Аль-Гефари, да будет доволен им Аллах. В Мекку был взят скот для жертвоприношения, шестьдесят верблюдов. При входе в город мусульмане оставили все основное оружие и вошли в Мекку, имея при себе лишь личное оружие и держа мечи в ножнах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, совершил обход Кабы на своей верблюдице, охраняемой сподвижниками. Мекканские многобожники внимательно наблюдали за действиями мусульман, взобравшись на гору, находившуюся на севере от Кабы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, поклонялся в Мекке три дня. Битва при Муте Мута – селение, расположенное в настоящее время на территории Иордании, в 140 километрах к югу от столицы королевства. В месяц Джумад-аль-Уля, 8-го года хиджры, пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, снарядил трехтысячное войско в ответ на убийство своего посла, направленного к правителю Бусры. Во главе этой армии посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, поставил Зайда бин Харису, да будет доволен им Аллах, сказав людям, «Если Зайда убьют, пусть командование возьмет на себя Джафар, а если убьют и Джафара, то Абдуллах бин Раваха». С таким наставлением пророк проводил своих воинов. Достигнув южных районов Иордании, мусульманская армия узнала, что против них готовы выступить стотысячное войско византийцев, которым присоединилось еще сто тысяч человек из арабских племен. Мусульмане советуются между собой и в итоге принимают решение вступить в бой с врагом, численность которого во много раз превышала численность мусульман. В ходе кровопролитной битвы первые три полководца мусульман погибли один за другим. Управление войском поручается Халиду бин Валиду, недавно принявшему ислам. Чтобы избежать поражения, он отводит армию мусульман назад. Это действие воспринимается врагом как хитрый военный ход, поэтому не предпринимается попытка преследования. В этой битве гибнут 12 мусульман. Несмотря на эти потери, данная битва в значительной мере способствовала повышению авторитета мусульман среди всех арабов. Увидев их храбрость и отвагу, некоторые племена приняли ислам, а сердца врагов наполнились страхом и беспокойством. Поход на Затас-Салясиль Затас-Салясиль Название водного источника В данном походе мусульмане остановились у этого источника. Узнав о том, какую позицию во время битвы при Муте заняли населявшие Сирию арабские племена, которые выступили против мусульман на стороне византийцев, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, предпринял ряд мер против них. Он послал к ним 300 воинов и 30 всадников во главе с Амрам бин Асам, да будет доволен им Аллах, для того, чтобы заключить мирный договор или же в противном случае предпринять военные действия. Когда отряд мусульман подошел к месту назначения, стало известно, что против них выступило многочисленное войско. Амр отправил гонца к пророку, мир ему и благословение Всевышнего, с просьбой о подкреплении. В качестве дополнительной силы к Амру на подмогу прибыл отряд из 200 отважных воинов. Мусульмане победили врага, заставив его обратиться в бегство. Этот поход состоялся в месяц Джумадуль Ахира, восьмого года Хиджры, через месяц после битвы при Муте.